В высшем учебном заведении АКТА прошла научно-образовательная конференция Бекета Тажани Ихсан Элема. Участие приняли председатель Духовного управления Мусульма Казахстана, Верховный Муфтий Наурсбай Хажа Таганула, Нурлан Угаев Акимобласти, имамы мечети региона, студенты и преподаватели. Присутствующий на духовном мероприятии глава области поблагодарил за выделенное время главного муфтия и представителей духовенства, приехавших из других регионов. И отметил, что конференция имеет важное значение для региона, в котором находятся свыше 360 святынь. А тема самой встречи Бекета Тажани Ихсан Элема очень актуальна не только для региона, но и для всего мусульманского народа. Считаю, что жизнь и деятельность священного Бекета Та, имя которого нисходит с уст народа, должна еще более тщательно изучаться и пропагандироваться. Ведь вклад таких людей в развитие светского общества очень важен. Особенно необходимо помнить добрые дела наших предков. «Я благодарен, что Духовное управление мусульман решило поставить православление труда наших предков на системную основу и не забывает чтить вклад Бекета Та в исламской религии, в особенности в учении Ихсан, а также поднимает изучение его на научный уровень. Хочу пожелать, чтобы ваши инициативы были только в положительном ключе». Главный имам области начал свое слово с традиционного бата. Наурсбай Хажет Таганул рассказал присутствующим о важности учения Ихсан. С его слов Ихсан – это духовное учение, которое укрепляет веру человека, увеличивает его рвение к богослужению и совершенствует нравственные добродетели. А Бекет Мурзалул, казахский религиозный деятель, суфи, просветитель и батор, является ярким последователем этого учения. Ежегодно Духовное управление мусульман Казахстана стремится прославить религиозных ученых и общественных деятелей казахстанской земли, прославить их творчество, внедрить в сознание подрастающего поколения. Бекет Тата на протяжении всей своей жизни следовал пути Ихсана, который является сердцем ислама. В народе особенно ценились его образованность, особые качества, спокойный характер, умение находить язык со многими людьми и делать их счастливыми. Духовное управление мусульман Казахстана также издало книгу под названием «Суфийская тайна», пропагандирующую учения Ихсана. Наши предки не только следовали религии и давали образование детям, но и защищали страну и землю, религию и традиции. На конференции также выступили Ашербек Муменов, старший научный сотрудник, доктор исторических наук, профессор Центра изучения исламской истории, искусства и культуры, Алкажан Идлиханов, краевед-исследователь, государственный и общественный деятель Умирзах Узгамбайла и другие приглашенные спикеры.